Большие надежды российского футбола. В Иванове стартовал турнир среди воспитанников футбольных школ 2007 года рождения. Соревнование – отборочный тур 26-го открытого чемпионата детской футбольной лиги. В наших соревнованиях принимает участие 12 команд из различных регионов, близлежащих к нам. Хотя Котлас довольно-таки отдаленный регион. А так команда из Череповца, из Ярославля, Костромы, из Москвы, нашей из Ивановской области команда. Довольно-таки солидный состав участников. Исход этого турнира, как и любого другого в футболе, непредсказуем. Так в этом году темной лошадкой оказалась команда «Текстильщик» 2008 года рождения. Ребята на год младше своих соперников, но держатся на уровне. Мы не готовились к этому турниру. Это не наш год. Мы просто хотели поиграть, а теперь уже идем за победой. Команды сражаются не только за медали. Победитель и вице-чемпион турнира получат путевки на Всероссийский чемпионат, который пройдет с 17 по 24 сентября в Новороссийске. Так что ребята настроены только на победу. Мы тренируемся годами, чтобы добиться успехов и попасть на такие важные турниры. У нас последний матч сейчас, настрой хороший, такой боевой. Терять нечего. На этот раз гости турнира – представители Академии футбола «Барса». Они здесь не только представляют свою команду, но и присматривают подающих надежды спортсменов на будущее. Очень много талантов и очень много работоспособных, именно хороших детей, которые стремятся идти к своему будущему, несмотря на все препоны, на все трудности. И я надеюсь, что в дальнейшем при открытии Академии, где мы могли бы себе позволить принимать детишек, то есть как интернат, мы бы, конечно, с удовольствием пригласили бы многих тех, кого мы уже увидели здесь. Футбольные страсти накаляются с каждым турнирным днем. Финал противостояния юных спортсменов уже не за горами. Две сильнейшие команды определятся уже в среду. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.